Язык наш создает те образы, которые и вызывают у нас в нашем внутреннем мире различные перипетии, борьбу, страхи, может быть, даже радость, надежды, иллюзии. Но мы сегодня говорим, когда язык, слова ваши являются для вас врагом. Вы вспомните, сейчас даже специально вспомните, хоть я говорил, что не нужно говорить о панических атаках, вспомните, как вы оправдываете возникновение вот этих страхов. Мне будет душно, у меня будет сердцебиение, разорвется, сердце остановится, я буду себя не так чувствовать, я потеряю равновесие и так далее и тому подобное. Вы своими конструкциями языковыми, вот этой вербализацией, создаете вот нарушенную экологию вашего внутреннего мира. Поймите, слово, как наше отзовется в голове, говорил Фетт или Пушкин, что слово страшнее пистолета. Поймите, каждый произнесенный слух или про себя слово создает в голове образ. Вы в этом образе живете. Этот образ разрастается, как тот Баобаб из маленького семи росточка. И вот вас уже захватывает эта паника. Более того, я как часто слышал, что эти невротики, фобики, пытаются придумать какие-то логические конструкции, которые оправдывают их состояние. Конечно, мы будем говорить еще о вторичном выгоде, зачем возникла эта фобия, почему вас мучает паническая атака. Но сейчас мы говорим только о вербальной конструкции вашего внутреннего мира. Когда вы создаете словами, образами тот нереальный, тот отвратительный мир, в котором вас и захватывают фобии, страхи, панические атаки. И вы пытаетесь это оправдать. Мало того, что вы переговариваетесь с себе подобными людьми, чтобы найти сочувствие и понимание, и тем самым еще больше усугубляя это состояние. Поэтому я вам и запрещал после первого этапа говорить об этом. Сейчас я вроде бы открыл эти шлюзы «говорите», но мы будем говорить это не для того, чтобы они у нас возрастали, возрастали и так далее, захватывали все наше внутреннее пространство. Мы их, эти иррациональные конструкции, будем превращать в конструктивные, рациональные предложения, которые позволяют внутри собственного мира очищать экологию, убирать эту грязь, эту мерзость, эти проблемы из нашей головы. Например, я себе всегда говорю так, «Юрий Николаевич, а тебе не по карману психовать, пугаться и нервничать?» Как создал я такую конструкцию? Я вас научу. В интернете и в психологии это называется аффирмациями 2F. Но немножечко мы здесь более глубже посмотрим, что эти за мысли, образы. Видите, я как-то избегаю слова аффирмация, потому что это замыленное словосочетание, где говорят о позитивчике некотором, и этот позитивчик вам свалится. Мы должны создавать эти образы. Те образы конструктивные, которые и будут создавать ту виртуальную реальность, в которой мы будем жить. Я не позволяю себе нервничать. Я более точно, четко буду с вами над этим работать. А сейчас я хотел бы вас предупредить, что когда вы будете работать со словесными конструкциями, чтобы вы находились в некотором таком адекватном, стабильном состоянии, когда вы находитесь не в стабильном состоянии, в панической атаке, вот точно, если замерите время, то это там полчаса – это максимум, что вы находитесь в этом состоянии. В том состоянии, в состоянии панической атаки, которые еще присутствуют и должны присутствовать при вас, вы можете уходить, включаясь в этот реальный мир, отвлекаться на другие эмоции и так далее и тому подобное. Но вот очень серьезно я вас предупреждаю, когда мы работаем с этими аффирмациями, когда мы создаем эти конструкции вербальных слов, вербальных слов повтор, маслом масляной, когда мы создаем вот эти вербализации нашего внутреннего мира, то мы должны находиться в равновесном состоянии. Такого состояния вы испытываете, наверное, больше по времени, чем панического. Поэтому это делается в специально отведенном месте, в специально отведенном состоянии, в спокойном состоянии. При сочинении этих вербализированных образов, которые и будут создавать ваш виртуальный мир, в котором вам будет комфортно жить, вы должны будете писать такими словами, которые можно положить в корзинку. Например, я хочу быть счастливой. Что такое счастливой? В корзинку не положишь. Ну, например, шутка, ну так, я хочу мороженого, и я буду счастливым. То есть мороженое даст мне счастье. Мороженое можно положить в корзинку. Поэтому образы должны быть какими-то реальными, которые можно увидеть, которые можно как бы пощупать, потрогать, понюхать, или, как говорят американцы, положить в корзинку. Вот важна в данном случае осязаемость, реальность тех конструкций вербальных, которые мы будем сочинять. Второе, на что нужно будет обратить внимание, на то, что в них должны быть какие-то конструктивные действия, где не используется частичка «не», то я ничего не буду делать. У меня ничего не будет плохого. Во-первых, ничего не положишь в корзинку. Во-вторых, ну, ничего нету действия. А если говорить так, я пойду по этому льду, и я буду сохранять равновесие и координацию своего движения. Я буду идти ровно, целеустремленно. Это какое-то действие. То есть, при сочинении этих так называемых аффирмаций должно быть, чтобы слова создавали образы, чтобы эти словосочетания создавали... Внутренний мир человека – это особая тайная штука. Внутренний мир принадлежит только одному человеку. Вот именно вам. Загляните в этот свой внутренний мир. Вы обладатель уникального внутреннего мира. Но скажите мне, пожалуйста, а вы довольны своим внутренним миром? Он создает вам качество жизни, хорошее качество жизни. И ведь этот внутренний мир складывается из наших образов, из наших зажимов, из наших убеждений. Ведь если я вас спрошу, что такое слово? Вы скажете, это великий инструмент человеческого общения и безграничного влияния на людей. Но слово, образ и внутренние убеждения, они и составляют ваш внутренний мир и логически влияют на самого человека. Ведь наше внутреннее состояние оказывает на наше действие, на наши реакции, на соматические симптомы огромное влияние. Вот это внутреннее состояние, внутренний мир и является нестилищем наших убеждений, комплексов и зажимов. Ведь внутреннее состояние человека связано с его психическими и эмоциональными состояниями и его опытом жизни, который он приобрел на этот момент. А так ли хорош этот ваш опыт и устраивает ли он вас. Ведь это внутреннее состояние в значительной степени и определяет выбор вашего поведения и реакции на обстоятельства вашей жизни, то, что вокруг. Одни реагируют на одно обстоятельство положительно, другие негативно. Вот этим мы и занимаемся на протяжении уже более месяца. Вот это мы и меняем на экологически чистый ваш внутренний мир, уничтожая этих ба-бабов. А вот на этом этапе мы займемся вашей внутренней речью. Поработаем с вашими убеждениями, с теми убеждениями, которые вам не нравятся, которые негативны, которые портят ваши качества жизни, изменим их в той мере на другие убеждения, которые помогают вам жить. Вот сколько раз мне приходится слышать такие вопросы. Не сойду ли я с ума? Не умру ли от тяжелой болезни? Почему все так плохо? А как обо мне подумают другие? И так далее, и так далее. Вот эти негативные внутренние убеждения, они вербализируются у вас в голове, вы сами с собой на эту тему болтаете. Мы же попробуем их переформулировать, создать другие вербальные конструкции и, конечно же, привести такие железобетонные аргументы, чтобы убедить вас самих в обратном, в обратных убеждениях. Но не меньшее значение имеют, конечно, и девизы. А девиз это вот такая краткая психологическая программа. Девиз помогает достичь поставленной цели, помогает найти решение в трудную минуту. Девиз он должен определять стремление и к цели, и поведение самого человека. Вы в качестве девиза можете использовать любые слоганы, которые в интернете вот сейчас вы видите эти картинки, записываете эти слоганы. Вы можете взять какие-то пословицы, какую-то народную мудрость или высказывание известных людей. Помните только одно, что девиз должен побуждать к действию, к самосовершенствованию. Он должен поднимать моральный дух в трудные времена. И третье, с чем мы займемся во внутреннем мире, в вербальном внутреннем мире, это аффирмации. Аффирмации это такие вербальные конструкции, которые нам помогают создавать внутри вот такую эмоциональную, мотивированную возможность действовать и действовать уже на уровне тех гормонов, тех электромагнитных излучениях, о которых мы поговорим в шестом следующем ролике. А сегодня в этом ролике мы занимаемся только вербальными конструкциями, которые меняют наш внутренний мир. Когнитивно-поведенческая терапия тем, чем мы занимаемся с вами, направлено для изменения ваших паттернов, тех шаблонных поведений, которые так вам мешают жить. Это и убеждения, о которых мы займемся на этом этапе. Это и те образы, которые вызывали у вас страхи, тревоги, которыми мы занимались с вами на первом этапе. это тот эмоциональный аппарат, те эмоции, которые у вас нарабатывались новыми, а не теми шаблонными негативными, которые так отягощали вашу жизнь. Вот мы и меняем привычные вам негативные паттерны, шаблоны на новые. и вы обратите внимание на прошлые фильмы, на прошлые этапы, где вы должны наработать для себя восприятие реальности во всем ее многообразии. И эта реальность, она доставляет нам некоторую радость, потому что мы работали с предметами, создавая те или иные эмоции. И вот эта реальность, она сама по себе и обстоятельства сами по себе они нейтральные. То солнечная погода, то дождик, ну кому-то нравится солнце, кому-то дождик, кому-то жара, кому-то кататься на лыжах. Мы сами оцениваем вот эти обстоятельства и вот вы должны учиться привыкать оценивать иначе, отбросить те паттерны, которые вы наработали в силу трагических каких-то вещей. Но вот в этом ролике, на этом этапе мы будем заниматься нашей внутренней речью. Ведь внутренняя речь, она непосредственным образом связана с нашим мышлением, связана с нашими убеждениями. Посмотрите, как вы сами себе говорили, у меня ничего не получится, я боюсь сойти с ума, ох, у меня сердце, сейчас голова закружится, я упаду. это внутренняя речь и создавала те убеждения, которые окрашивали вот эту реальность в негативный свет, воздействовали соматическими симптомами, негативными симптомами, сердцебиение, потение, там, много всяких вещей, которые сопровождают паническую реакцию. И вот этот этап, когда мы с вами не только невербальным языком, который мы изучали в предыдущем этапе, когда мы учились говорить невербально, понимать невербально другого человека, мы будем говорить с собой вербальными конструкциями, теми жужжащими мыслями, которые вас приводят в состояние негатива, вот те шаблонные фразы, те убеждения, которые говорят «всё, я сейчас сойду с ума» или «как обо мне подумают». Вот на этом этапе и мы будем заниматься вашей внутренней речью. Ведь меняя непосредственно вот те убеждения, которые у вас сложились за всю жизнь, мы меняем и ту реальность, в которой живем. Как они сложились, мы будем решать на том этапе, когда будем заниматься вторичными выгодами. Часто бывает в детстве «Уйди, ты мне мешаешь, да ты такой бестолковый, да у тебя ничего не получится, да у тебя руки не из того места растут». Вот они убеждения, которые нам прививались. и они сейчас работают. Мы же будем с вами заниматься другими убеждениями, другими фразами, вот этими конструктивными, вербальными предложениями, которые будем формировать в виде девизов, в виде аффирмаций, в виде разборки ваших убеждений. Ряд техник, которые помогут затронуть ваше убеждение, когда вы уже будете думать о том, что вы прекрасны, вы любите себя, а не то, что «Уйди, ты мне мешаешь». Смотрим дальше. Вот обратите внимание, будем все записывать, выполнять строго, а если будут вопросы, обращайтесь ко мне. Ведь этот фильм, это фильм как инструкции к поведению, который вы пересматриваете, который вы имеете у себя на компьютере. И мы работаем, обязательно работаем, а не просто смотрим фильм с попкорном. Действуем. Язык и речь вне всякого сомнения величайшее чудо природы. И они заслуживают всякого к себе уважения. Благодаря языку мы общаемся, сочиняем стихи, делаем научные открытия. Но мы не сейчас не об этом будем говорить, а мы поговорим о том, как ваши проблемы в значительной мере обязаны вот этому слову автоматическим мыслям. Будем говорить о том, как эти надоедливые пчелы жужжат в голове и жалят вас эти автоматические мысли и есть то средство оправдания вашего неадекватного поведения. Что удивительно, но вы часто не хотите этого признать. Вы не хотите признать, что язык враг мой. И вот наш мозг начинает выдавать череду странных и неуместных негативных мыслей и идей. Все это вовлекает нас в тревогу, панику. Мы даже можем понимать, что эти навязчивые мысли не имеют никакого отношения к реальности, разрушая наш покой и лишая ясности мышления. Но не всегда человек соглашается с этим. Не соглашается с тем, что навязчивые мысли привносят душевные страдания. И вот он начинает выступать их адвокатом. Вот вы и занимаетесь самокопанием, оправданием своего неадекватного поведения. Выходит, что ваша речь служит вам средством, защищающим ваши иррациональные суждения и оправдывает вашу собственную безответственность. С каким удовольствием и наслаждением вы об этом говорите, делитесь на форумах, тем самым еще глубже выгоняя из себя тупик разрушенного внутреннего мира. Как тот алкаш, не можете остановиться. Еще одну, еще последнюю рюмочку, а вы сами себе говорите, вот пойму, откуда взялась эта проблема, и тогда успокоюсь. Да проблема-то от того, что вы о ней говорите. Вот и выходит, что ваш язык не защищает вас, а толкает в омут панической атаки. Ведь у невротика страх запрятан глубоко, и он иррационален. Сам человек не может осознать свою вторичную выгоду этого страха. Мы с вами это разберем в седьмом ролике. Мы найдем эту причину, причину возникновения ваших страхов. А сейчас ваши автоматические мысли подыскивают под свой беспричинный страх более или менее убедительную причину. Вот и нашли оправдание. А ведь этот тот человек-невротик вы и есть. И тогда вы перестаете сопротивляться своей беде и вторичной выгоде. я вам в лицо бросаю обвинительные слова. Вы перестали быть честным с самим собой перед надуманными страхами и неизвестностью. И вот этим самым вы начинаете врать себе. Тем самым усугубляя положение. Эти автоматические мысли делают вас беззащитным перед вашими страхами. я спрошу вас а вы спросите себя зачем вы смирились перед своим неврозом. Давайте работать над неврозом и мы тогда перейдем в другую стадию. Что послушали мои обвинительные слова? Я вам рекомендую еще раз вернуться послушать и записать вот вы теперь понимаете что проблема у вас самих в том как вы рисуете своими словами образами тот мир в котором вам противно жить. Вот я и говорю сами врете себе сами загоняете себя в этот тупик но вы скажете я не знаю почему так свершилось почему так свершилось мы будем говорить во время разбора вторичной выгодки в последнем этапе но я сейчас хочу сказать вы теперь понимаете что вы сами рисуете вот этот мир в котором живете вы как невротик обманывая себя идете на поводу этих дом и фантом которые заставляют вас катастрофические мысли образы создавать какие-то обязанности перед чем-то там мыть руки или стучать по дереву много всяких придумок вами выдумано вы загоняете себя в тупик вот этого черного коридора из которого страшно выйти в мир но он там дает вам разряд не таких отрицательных эмоций для человека для вашего сознания не важно испытывать эмоции радостные или негативные лишь бы эмоции испытывать а вот мне есть разница я люблю радостные эмоции воспитывать но чтобы их испытывать радостные эмоции я и создаю себе мысли образы конструкции вербальные словесные такие чтобы мой мир наполнялся какими-то новыми красками звуками ощущениями и пусть это иногда вызывает некое раздражение некоторое такое преодоление нужно через что-то пройти пролезть а невротик создавая себе черный мир словами загоняя не только себя в тупик он неудобен для общения для близких родных и поэтому близкие терпят родные родные а многие отказываются от него поэтому он и одинок вы хотите быть одиноким нет вот поэтому и мы будем с вами рисовать этот мир другими словами образами в которых может быть как гром пронизывает вашу внутренний мир сегодня мне один невротик говорит Юрий Николаевич вот тут я начитался аффирмации вот какие мне подойдут аффирмации ну какие-то сопряжуйства аффирмации как леденец на палочке вроде вкусно но вредно а я ему говорю он мужчина с некоторой даже ненормативной лексикой чтобы энергия была в этих мыслях словах чтобы вас этот образ звал куда-то на действие на результат на какой-то так вот мы с вами и будем этому учиться вы смотрите внимательно записывайте я даже советую иной раз перематывать и еще раз слушать слушайте мои слова которые наполнены вот этой энергетикой послушайте как вы говорите свои мысли образы которые вас ведут в тупик панической атаки капризный ребенок занудный какой-то человек у которого интонация вот все плохо у меня ничего не получится и вот такая вот минорная нота все такое мне не плакать хочется по затылку ударить ударьте тому кто там ноет по затылку а вы посмотрите у меня при разговоре разная тональность тональность радости тональность возбуждения тональность напора некой агрессии то есть те мысли образы которые мы с вами напишем эти так называемые аффирмации вы должны говорить с неким настроем настроем эмоциональным чтобы у вас в это время соответствовал гормональный коктейль о гормональном коктейле мы посмотрим в третьем ролике этого второго этапа как вызывать гормоны разными способами и что такое гормоны но вы посмотрите сейчас на меня вы знаете что ведь я своей мимикой жестами интонацией напор перепадом настроения как бы играя воздействую на вас бужу вас подталкиваю выдергиваю выдергиваю из того невротического состояния в которое вы попали более случайно слушайте дальше ох я вам сегодня много наговорю некоторые обидятся на меня и это уже хорошо он уйдет от капризного мальчика он станет обижаться на меня может быть на себя обидится и начнет действовать вот к этому я и призываю начните действовать слушайте дальше мы должны изменить наши паттерны негативные которые наработаны у нас в течение всей жизни ведь меняя вот эти подсознательные негативные убеждения мы меняем вот ту реальность в которой живем что для этого необходимо делать но прежде всего вы выпишите все негативные убеждения которые вас жужжат в голове которые приводят вас вот такое психосоматическое состояние ну например убеждение личное скажу убеждение свое мне медведь на ухо наступил поэтому я не могу научиться играть на скрипке и вот это убеждение не позволило мне играть на трубе мои внуки и дочери легко играют на многих инструментах и вот это убеждение перекрыло возможность мне работать с музыкальным инструментом конечно убеждение что я не могу играть в баскетбол это нормальное убеждение во мне мало росту это убеждение которое говорит о некоторых характеристиках конечно я не буду и поганини потому что не такой музыкальный слух но все-таки музыкальный слух и рост это некоторые разные способности но у вас есть убеждение что меня никто не любит у вас есть убеждение что вы умрете от какой-то неизлеченной болезни у вас есть убеждение что лифты все падают, самолеты разбиваются, много таких убеждений, которые приводят вас в вот это психосоматическое состояние тревоги, панических атак, какого-то некачественного образа жизни, убеждения, а как на меня все посмотрят? Ну как посмотрят-то? Извините, они на вас и не смотрят-то. И вот вы пишите все свои вот эти убеждения, которые мешают вам жить. Ну мне не мешает жить, что я не играю на скрипке и не играю в баскетбол. Но вам-то мешает убеждение, что нельзя зайти в лифт или как посмотрят другие на меня. Вот эти убеждения записали. Это иррациональные мысли. Я дам дальше технику, как работать с этими иррациональными убеждениями. А пока вы их просто перечислите. Интересно бы с вами поговорить на эту тему. Потому что некоторые убеждения, вот как убеждения, я не могу играть в баскетбол маленького роста, они и не негативны, это просто констатация медицинского факта. Но есть убеждения, которые вы пропускаете и которые вам действительно мешают. Обратитесь по скайпу, мы с вами поговорим. Я увижу, что вы пропустили, а что написали лишнее. Итак, мы записываем все вот эти подсознательные убеждения, которые мешают вам адекватно, качественно жить в этой реальности. А потом я расскажу, как мы их будем менять. Мы отнеслись серьезно к списку своих негативных убеждений. Списку тех убеждений, которые вам мешали. Мы даже с вами проконсультировались насчет этих убеждений. На втором этапе что мы будем делать? Мы попробуем написать противоположные убеждения. Ну, например, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это вот убеждение такое позитивное, и люди его используют. Я дорожно взял убеждение, которое как бы конструктивно. А теперь я его попробую на него рефрейминг наложить, взглянуть на него по-другому. Чего мерить? Надо, что тут думать? Трясти надо, отрежем, потом приклеим, потом все это исправим и все так далее. Что время терять? И вот здесь я перевернул хорошее убеждение на негативное. Пусть я не согласен с этим. Но я попытаюсь это доказывать. Мы же с вами будем делать наоборот. У вас есть убеждение, как обо мне подумают и что обо мне скажут, когда меня увидят. Давайте-ка напишем. Во-первых, кому до меня есть дело. Во-вторых, ну скажут, ну человек эти. Третий скажет, ну, что-то он это, пугливый какой-то. Четвертый, еще что-то скажет. Поэтому мы можем написать так, вместо того, меня люди увидят и что обо мне скажут. Написать. Ах, кому есть дело до меня. И пока я не столкнусь в каких-то коммуникациях, в каких-то делах с этим человеком, он даже оценивать меня не будет. У него есть свои собственные мысли. Он идет и думает о своем. Вот если я выйду на сцену, то тогда меня заметят. А как на сцене пугаются люди и как приходят к начальнику, мы с вами будем проводить рефреминг. То есть вы должны на каждую свою негативную мысль попытаться написать какую-то противоположную, реальную мысль, конструктивную, как я говорил. Не позитивную, как пишут в интернете, позитивную мысль. А пусть на меня смотрят им пофигу. Ну вы же остаетесь в проблеме, что на вас смотрят. А у меня конструктивная мысль. А кому я нужен? Чего на меня смотреть? То есть вы должны изменить на противоположное вашу негативную мысль. Пусть вы не согласны. Вы будете говорить, да смотрят на меня. Внутренний зверек такой будет, говорит, и пугаться и так далее. Вы просто умозрительно, просто вот так вот спешите кого-то на противоположное представление вашей негативной мысли. Потом попытайтесь найти аргументы. Вот просто какие-то логические аргументы, которые подтверждают вот эту новую мысль, новое убеждение. Обращайтесь, я вам помогу подобрать вот эти новые конструктивные вербальные предложения, которые перевернут взгляд на прошлые паттерны, на прошлые мыслительные образы. И дальше мы будем с ними работать. Работать мы с ними будем так, что мы будем как бы вступать в дискуссию с тем человечком, который там внутри сидит. И каждый раз находить аргументы, которые говорят ему, ты не прав. Он будет говорить, прав, вы будете ощущать, что тот человечек, вы же к нему привыкли, вроде бы прав, а вы будете писать просто умозрительно, просто логические аргументы, которые развенчивают его все доводы. Попробуйте вот это написать. И мы потом в следующем этапе, в этом же ролике, скажем, как это делать. Как это все перевернуть? Потому что мы будем говорить с вами и про аффирмации, и про девизы. А тут у нас, а тут у нас логика, тут у нас логические конструкции, убеждения. Мы начинаем в этом ролике работать со своими убеждениями. Вы посмотрите, я показываю, как меняется цвет воды, когда наливаешь новую чистую воду. Так вот здесь мы будем наливать чистую воду. Новые аргументы, которые как бы дискредитируют ваши прошлые убеждения. Вот в этом главная суть. Но как сделать, чтобы они стали вашими, мы поговорим позже. Работаем! Продолжим наше занятие. Занятие второго этапа. В этом втором этапе очень насыщенные задания и упражнения. Мы в первом ролике второго этапа занимались невербальной речью. Я уверен, что вы научились чувствовать свое тело, умеете играть мимикой, жестами, разговаривать мимикой и жестами. И перестали быть вот такими зажатыми, которые сидят и смотрят из-под лоба. Я вас в метро и на улицах сразу вижу. Идете не только ссутулившись, но еще и смотрите из-под лоба. Теперь вы открыты. Открыты миру, открыты социуму. И я вам рекомендую все время продолжать и наращивать вашу невербальную речь. Это не только полезно для того, чтобы избавиться от какой-то панической атаки, что в вашей жизни не самое сложное. Вы научитесь коммунитировать с другими людьми и добьетесь успеха. Поэтому вот первый ролик этого второго этапа настолько важен, что вы его проделываете чаще. Записали задание. Делайте, возвращайтесь к нему. Но вот этот второй ролик, второго этапа, второй-второго, он подготавливает нас к третьему этапу. Этапу тогда, когда мы будем говорить о вторичной выгоде. Почему все-таки захватила вас эта паническая атака? Почему вы испытываете именно эти страхи? Мы будем искать вторичную выгоду. А в этом ролике мы говорим о словесных конструкциях. И эти словесные конструкции многим не понравятся. Я буду добиваться того, чтобы вы, как невротик, обернули зрачки вам внутрь себя и услышали свою внутреннюю речь. Мне часто вы говорите, Юрий Николаевич, я не могу избавиться от этого болтовни, от этих автоматических мыслей, которые вот лезут, лезут в голову. Да, я вам говорил о том, чтобы избавиться. Начинайте хоть стихи читать или просто перечислять, что видите. Но я вас сейчас вот как раз и поверну. А почему вы болтаете вот так негативно? Послушайте мои рекомендации, мои задания. Наверняка вас внутри что-то приведет в некое такое раздражение, даже злость. Но направьте эту злость на того невротика, который вам мешает жить. На того невротика, который и страдает от этой панической атакой. И мы тогда от них избавимся и будем жить качественно, радостно, успешно. Слушайте дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если бы мы могли сознательно генерировать все свои мысли, то ими было бы легко управлять. Наши мысли в основном генерируют наше подсознание на основе прошлого опыта, часто негативного опыта. Конечно, мы можем создавать мысли, например, воспринимая реальность, видя те или иные предметы, то и создаются соответствующие мысли. И это мы делали в самых первых упражнениях, включаясь сенсорными каналами в реальность. Мало того, мы учились создавать приятные для нас образы, фантазируя. И также мы подключали к этому свои эмоции и ощущения. И вот все это нам давало возможность создавать нужные нам, положительные, интересные для нас мысли. Вы еще раз вернитесь к тем умениям, что получили во втором и третьем ролике, посмотрите их. И продолжайте дальше выполнять наши задания. Значит, выходит, что реальность, наши действия дают пищу нашему мозгу. И на этой основе формируются наши мысли. Но еще и наше подсознание подбрасывает нам разные мысли из прошлого негативного опыта, или наших заблуждений, или установок. Вот поэтому я просил вас вспомнить о своих успехах и достижениях в прошлом. И записать это. И почувствовать это состояние. Потому что, когда вы ощущаете, то через чувства и эмоции это лучше запоминается. Ведь эти эмоции и дают нам возможность прочувствовать наши мысли. А вы в основном чувствуете негативные, отрицательные мысли и связанные с ними эмоции. Так как наше подсознание из-за нашей мнительности возводит в ранг всепоглощающего вот эти негативные мысли, наши неудачи, страхи, тревоги, ошибки. Эти негативные мысли лишают нас возможности радоваться жизни и вызывают панические атаки. Но почему же эти автоматические негативные мысли так сильно захватывают нашу жизнь? Ведь все наши попытки бороться с ними не приносят успеха. Вы спросите, а как же быть? Что делать? Я вам приведу в этом ролике конкретные техники, а сейчас объясню общую методику. Вначале вас спрошу, а зачем вы так сильно боретесь с негативными мыслями, что вас раздирают? Почему уделяете им так много внимания? Достаточно не проявлять интереса к негативной мысли, и она уйдет, как пришла. Избавляться от этих неугодных мыслей можно с помощью диссоциации. Попробуйте дистанцироваться от этих мыслей, отпустить их. Вот, например, сделайте такое. Сядьте удобно, расслабьтесь, включитесь в реальность. Пусть ваши мысли свободно текут одна за другой. А вы наблюдаете за ними со стороны, как будто вы не имеете к ним никакого отношения. Просто они проходят, как облака на небе. Оставайтесь сторонним наблюдателем, а мысли просто текут и уходят, и никакого влияния на вас не оказывают. Вот просто проходят мимо. Итак, мы с вами все пытаемся избавиться от автоматических негативных мыслей, каких-то суждений, добр, которые портят наш внутренний мир, разрушают его экологию. И вы их отгоняете иногда. Мы уже в первых роликах говорили, что нужно отвлекаться на реальный мир, включаться в него. Ну а что это сделать с мыслями, как в том анекдоте? А мысли-то куда деть? Поймите, не нужно их отгонять, подпитывать их своим раздражением. Они, как по третьему закону Ньютона, противодействия равно действию. Вы начинаете на них действовать, и они противодействуют больше. Вот пришла ко мне негативная мысль, а как я выгляжу. Вы на меня смотрите, и как-то, может быть, осуждаете, и как-то я вот здесь нехорош, так плохо. Видите, у меня даже настроение портится уражение. А я, ну и пусть эта мысль ходит. Я включаюсь в реальность. Я начинаю вот наблюдать за этими мыслями негативными, как за рыбками в аквариуме. Ну а они там ходят. Мы потом будем включать критичность к этим мыслям, но сейчас, в этом упражнении, вы садитесь спокойно. Включаетесь в реальный мир. И какие бы негативные мысли к вам ни приходили, вы просто не игнорируете, не отталкиваете их, а наблюдаете спокойно за ними. И подыскиваете позитивные, радостные мысли. Ну, например, подумайте о своей любви. Я сейчас увидел внучку, как она смотрела и так эхидно улыбалась, когда я ее критиковал. Мне приятно это, у меня, видите, даже глаза увлажнились от этой, тоже автоматической, но позитивной мысли. И я ее, как бы, осмысливаю, рассматриваю со всех сторон. Вы же рассматриваете со всех сторон свои негативные мысли. Почему у меня голова болит? Да, я вот здесь заволновался. А пукнул, это к чему? У меня сердце забьется. Сердце не бьется только у тропа. А бьется, значит, живу. То есть вы подпитываете негативные мысли своим вниманием. Еще раз повторяю, вы садитесь спокоен. Потянули лапки, хвост, как кошка, позвоночник. Включились в эту реальность. Смотрю на улицу пасмурно, но что? На цветы, которые у меня стоят. На вас смотрю. И вы вызываете у меня ряд позитивных мыслей, потому что я знаю, вы исправитесь, а это для меня тоже радостно. Это моя работа. А работа для человека важна и его результатам. И я вас вижу, и я знаю, результат придет. Вот этим-то я и внушаю вам уверенность в вашу жизнь, потому что я в вас уверен. И вот эти негативные мысли, ну и как осенние мухи, летят, летят, и они подохнут. Осенью мухи кусачие, но дохнут. Поэтому это первое упражнение, связанное с игнорированием, с смотрением на негативные мысли со стороны. Некоторая такая диссоциация от негативных мыслей. Но как только вспомнили позитивную мысль, я вспомнил свою малую родину. Красоту осеннего леса. Ах, я наслажден. Это же запах почувствовал. Мы же недаром с вами обучались воображению, включению всех сенсорных каналов. Вот где все это пригождается. Друзья мои, делаем это упражнение. Диссоциация от негативных мыслей и наслаждение позитивными образами, чувствами, эмоциями. Делаем дальше. Вот сейчас даю сложное задание. Предупреждаю, выполнение требует силы духа и упорства. Делайте один раз в день целую неделю. Вот идет череда страшных картинок. Выбирайте ту, что у вас вызывает наибольший страх. Можете найти в интернете для себя еще пострашнее картинку. Удерживайте на паузе и начинайте смотреть и испытывать негативные эмоции, как бы входя в эту ситуацию. Вначале вас будет корежить. Но не гасите эти эмоции. Продолжайте рассматривать картинку. Через некоторое время будет пик неприятных эмоций. Может быть паническая атака. Ну а потом будет ослабление, сопровождающееся расслаблением мышц и чувством облегчения. Вы же дома находитесь у своего компьютера в привычной обстановке. А внутренний наблюдатель у вас понимает, что с вами ничего не случится. Сделайте это упражнение. Приучайтесь дергать страх за усы. В работе с негативными автоматическими мыслями Вы должны все это окрашивать эмоциональность, чувствами. Потому что то, что вы проделываете с удовольствием, с настроением, с ощущением радости, запоминается лучше. А ведь эти негативные мысли, которые возникают в правом полушарии, они так вот с бухта-барахта возникают. Ну вы слышали, я вам рассказывал про негативные, отрицательные мысли, образы. Так вот, мы их выключить просто не можем. Но они у нас вызывают очень сильное эмоциональное возбуждение. Пусть это возбуждение является каким-то таким негативным, разрушающим, портящим нам жизнь. Но это же эмоции, которые мы переживаем. А правый полушарий негативно само по себе. И такая сильная эмоция нам прекрасна. Нас прям колошматит, колотит, тремл, потеян. А некоторые еще того хуже. И эти негативные мысли приходят к нам через ощущение, через эмоциональную встряску. А теперь я о другом хочу сказать. А когда вы позитивные мысли мыслите или замещаете вместо негативных, «Ну, яблонько цветет, осенний лес какой-то красивый, ну, вот это не очень-то вкусно». Почему вы эти радостные мысли не поджигаете чувственным, эмоциональным настроем? Помните, мы около зеркала кривлялись или смотрели на других людей, которые искренне радуются? А дети искренне радуются конфетке и искренне переживают какому-то горе своему, игрушку потеряли. А посмотрите, как эти дети по луже стоят, их все мокрые, но радостные. Поэтому, когда мы замещаем автоматические негативные мысли на позитивные, мы эти позитивные мысли должны окрашивать эмоционально, давать возбуждение, радость, наслаждение. Помните об этом. Это очень важно. То, что приходит с эмоцией, с чувствами, запоминается надолго и запоминается в теле. Мы это знаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас хочу вам предложить еще одно упражнение по работе над автоматическими мыслями. Я подчеркиваю. По работе, а не по преодолению, по избавлению. Мы уже знаем точно, я вас пытаюсь убедить в том, что от них нельзя избавиться. Лбом об стенку. Третий закон Ньютона. Вам будет больнее, чем этой стенке. Так вот, мы говорим об этих упражнениях, которые нам помогают работать с нашими негативными автоматическими мыслями. Я вам советую следующее. Берете листок бумаги. Чистый листок бумаги. Делите его так, чтобы с одной стороны была одна треть, здесь две треть. Вот у меня получилась с правой стороны одна треть листа. И я их озаглавил, эту часть, иррациональные мысли. Вторую, большую часть я озаглавливаю так. Рациональные, логичные ответы, взгляд со стороны. И вот, вы нашли свободное время, когда вас никто не потревожит. Это примерно потратите чуть больше получаса. Включите музыку без слов. Мотивчики какие-то играют. Пусть приятно пахнет, вам удобно сидеть. Вы развалились в кресле. Немножечко посмотрите вокруг. Включитесь в эту атмосферу. Создайте себе благополучное, такое благодушное настроение. Затем берите ручку, этот листок бумаги. И вспоминайте какую-то иррациональную мысль, которая мучилась сегодня, или вчера, или мучает ежедневно с утра до вечера. И вот ее записали. Ну, у меня нет иррациональной мысли, я просто крючочки написал. Это, ну, предложение такое, где-то, может быть, 10 слов максимум. А так старайтесь все это изложить примерно до 10 слов. Изложили, записали. И с правой стороны, где больше места, начинайте аккуратненько, буковка к буковке, писать критичные ответы. Старайтесь писать ровненько, стараясь выводить буковки ровно. И вот так отвечаете, критикуете, может быть, насмехаетесь над этой иррациональной мыслью. Ну, например, ой, у меня сердце забилось, такая иррациональная мысль у вас бывает. Что такое делать? Пишет, что сердце не бьется у трупов. Значит, ты жив. Еще раз повторяю, аккуратненько, правой рукой, потому что включается левое полушарие. Ну, написали довольно много всяких критичных суждений, рациональных, логичных ответов. И у вас так получилось, и вы отчеркнули. Получился один иррациональный мысль и рациональный ответ. У вас еще есть время. Время примерно 20-30 минут вы засекаете. Вы пишите следующий иррациональный мысль, следующий иррациональный ответ. Здесь не в количестве иррациональных мыслей и не в количестве иррациональных ответов. Здесь во времени от минимум 20 минут, максимум 30 минут. Вы должны уложиться столько, сколько вы уложитесь. Здесь негативных мыслей, здесь позитивных, конструктивных, реальных, критичных ответов. Вот все написали. Берете этот листок. Перечитывайте. Недолго. Посмотрели. И делайте так. Аккуратненько ножницами. Разрезаете большую часть с рациональными ответами. Убираете. Сохраните. А вот у вас иррациональные мысли. Еще раз на них взглянули. Подожгите. Ну, я не знаю, чем подожгите. Свечку можете поставить заранее спичкой, зажигалкой. Ну, и сковородку поставьте. Загорелась бумажка. Бросили в сковородку техника безопасности. Это все сгорело. Пепел выбросите в унитаз и смойте. Этот листочек отложите с ответами рациональными. Сегодня проделываю это один раз примерно 30 минут. Завтра тоже. Сделайте так раз 7 дней. Я не знаю, может быть, будет пропуск, но не менее 7 раз. Сделали. У вас получилось 7 ответов. Найдите время. Налейте чаюшку, кофе, на урюмку коньяка, бокал вина. Включите музыку. Ну, и полистайте эти рациональные ответы. Почитайте их, подумайте. Не забывайте, время от времени, когда приходят эти глупые, негативные мысли, проделайте такие упражнения. Один день, два, ну, максимум три. Вы будете делать, и они будут, эти рациональные мысли, сгорать, а рациональные мысли все больше и больше утверждаться. Может быть, вы одно и то же будете писать. Но ответы могут быть разные. Вы все глубже и глубже работаете над ответами. Я вас уверяю. Ну, накопится у вас несколько таких бумажек, вы будете читать их и смеяться над теми иррациональными, негативными мыслями, которые сожгли. Удачи вам. Не забывайте про это упражнение и следующую жизнь. В той жизни, которая будет после фильма тренинга. А здесь есть элементы воздействия на вас. Ведь я недаром понижаю голос, делаю такую мимику над этими бумажками. Вы смотрите. Может быть, потом пересмотрите. Но смотрите в одиночестве. Потому что передавать этот ролик другому, это все равно, что передавать нижнее белье. Он именно для вас рассчитывает. Ну, переходим дальше. У нас еще, ох, сколько работ. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова А если я сюда трубочку из чистой воды, которая будет сюда заливать эту воду А это будет свободно выливаться Я думаю, что через некоторое время здесь останется чистая вода Но я не буду делать с трубочками, кругом лить воду Вы поделайте сами И подумайте, как ваши негативные, отрицательные мысли сначала осветляются А потом, если упорно и много лить чистой воды, они вообще пропадут Это не фокус Это метафора Подумайте об этом Друзья, и вот в заключении нашего ролика мы поговорим про аффирмации Аффирмации – это позитивное утверждение Так написано в интернете, так позиционируют себя психологи Я добавлю к этому не только позитивные, но и конструктивные Направленные на какое-то действие Поэтому вы попробуйте послушать то, что я вам расскажу про аффирмации И расскажу, как их сочинять Сочинять именно для вас личные аффирмации А то набирают аффирмации в интернете, как старые тряпки на барахолке И примеряют на себя Вы можете посмотреть на фасончик, вы можете посмотреть на то, как пишут другие люди Но написать именно для себя, своим языком Чтобы ваше подсознание слышало ту же мелодику, ту же интонацию И самое главное – ту семантику, смысл, фраз, которые важны для вас, а не для кого-то другого Но я кроме этого дам вам еще ряд таких маленьких видеозарисовок Где вы посмотрите про эти аффирмации Помните, что когда вы напишете свои собственные аффирмации Вы должны знать, что их произносить нужно с чувством, с эмоцией, с настроением Читайте стихи с выражением, так нам говорили в детстве И вот эти аффирмации вы должны произносить тоже с выражением Я уже говорил и еще раз упомянул о том, что то, что приходит к нам через эмоции и чувства То лучше запоминается и запоминается в нашем подсознании Учитесь правильно говорить аффирмации Учитесь правильно их сочинять Слушайте, что я вам расскажу про аффирмацию Федор Тютчев сказал Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется И нам сочувствие дается, как нам дается благодать Так вот, в ваших аффирмациях не должно быть сочувствия Также нельзя говорить о себе уничижительно Я плохой, у меня ничего не получится, я не смогу и так далее Одним словом, нельзя заниматься самобепчеванием Свои собственные аффирмации вы должны писать для себя в привычном стиле Если верите, что вам все дается от Бога, то так и пишите Если надеетесь на случай, то уповайте на случай Если уверены, что все зависит от вас самих, то обращайтесь к себе Стиль речи привычный вам Он может быть рассудительным, спокойным или агрессивно возбуждающим Аффирмации – это такие вербальные конструкции, которые человек произносит намеренно для того, чтобы заменить уже сформированные убеждения Особенно негативные Они являются аффирмацией простым, но мощным способом влияния на подсознание Аффирмации должны говорить о том, что вы хотите, к чему стремитесь, а не от того, от чего вы хотите избавиться Аффирмации должны быть в утвердительной форме, не используйте частички отрицания Аффирмации должны быть сформулированы в настоящем времени и конкретными Аффирмации должны быть обращены только к вам и вашим делам Добавляйте эмоциональности как в содержание аффирмаций и тем более, когда вы их произносите А произносите вы их ежедневно и хорошо бы перед зеркалом Потом можно произносить их по ходу жизни в той или иной ситуации Когда нужно поменять какую-то негативную установку, которая мешает вам жить на позитивной, конструктивной, вербальную конструкцию Которая изменит ваше эмоциональное отношение к жизни Научит вас к чему-то стремиться, чего-то достигать Поднимет вас с дивана, вырвется на воздух И вы откроете для себя этот мир И в этом мире вы будете счастливы И я вам тоже желаю счастья У вас все должно получиться Друзья мои Вот и закончился этот ролик Ролик, посвященный нашим автоматическим мыслям Нашей вербализации этих автоматических мыслей Замещением автоматических негативных мыслей На автоматически позитивные мысли Одним словом, помните, как в том сосуде вода поступает чистая, родниковая И она замещает, выгоняет эти все негативные грязные воды Вот этот ролик настолько важен, что вы должны его не то, чтобы формально проделать 7-10 дней А иногда возвращаться к тем или иным упражнениям Упражнениям, направленных на выстраивание позитивных аффирмаций Позитивных мыслей, позитивных ощущений Радостных восприятий Ведь мы же занимаемся с вами экологией нашего внутреннего мира Мы начинаем качественно жить Но вот я бы еще хотел вам сказать несколько слов по скрипту Вот послушайте мой по скрипту после перебивки По скрипту Вы же знаете, что мысли материализуются И материализуются они не этим примитивным образом Что о чем подумают, то и сбудется Но это только для лохов, которые ведутся на эти разговоры И также нужно уметь правильно создавать мысли-образы Чтобы эти мысли смогли материализоваться, состояться А то в интернете написано Нужно туда войти, в этот образ Получить удовлетворение Насладиться тем, что они материализовались А вы не видите некоторую такую связь с мастурбацией И вот вы отмастурбировали эту мысль И она не материализовалась Она, мысль, может материализоваться только тогда Когда она является целью, задачей И вот мы в последнем, восьмом ролике Поговорим немного о материализации мыслей О постановке цели, о их достижениях Но у меня есть отдельный тренинг Такой же сложный, большой тренинг О том, чтобы правильно научиться материализовать мысли Я умею материализовать собственные мысли Иногда, правда, напридумываешь что-то Чего-то упустишь И вот, материализовалось И чего с этим попеределать? Опять приходится переделывать Но я вам говорю, что мысли материализуются Я не то, что в этом уверен Я это знаю, как делать Поэтому вы можете еще и приобрести Вот мой большой тренинг О материализации мыслей Где я постепенно рассказываю Как формулировать мысли-образы Чтобы не произошла вот эта обыкновенная мастурбация Заказать придет Не бывает такого, нельзя заказать Можно только выстроить свое желание Свое стремление Свое направление Как стрела, пущенная верно в цель Она прилетит к цели А не тут она уже в цели Мы с вами еще встретимся Удачи вам Смотрите мои ролики Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...